В новом году мы возобновляем нашу традиционную рубрику «Лица города». Сегодня мы расскажем об удивительном человеке Григория Асатряне, который ежедневно испытывает силу гравитации, занимаясь строительством пирамид и сбалансирующих камней. Тут трудно ли достичь баланса и какую роль в жизни парня занимает это увлечение, узнала наш корреспондент Евгения Ивашова. В детстве мы все собирали пирамиды из кубиков, а вот Григорь Асатрян собирает пирамиды из камней. В 2015-м впервые собрал пирамиду из булыжников высотой более двух метров. Мне же с первого раза не удалось поставить и два. В Сочи парень живет уже более трех лет. Первый раз из Армении на курорт он приехал в 2015 году. Тогда-то и дал себе слово после армии вернуться обратно в южную столицу. Сейчас Григорь трудится в строительной компании, занимается спортом. Главным же его увлечением стала балансировка камней. Хочу просто так поставить, чтобы крепко стояло. Конечно же, перед началом нашего диалога я не могла не спросить у мастера, почему он пришел к нам на встречу в такой легкой одежде. Ведь на улице зима и температура воздуха всего один градус тепла. Курка мне мешает двигаться нормально. И еще мне не холодно просто так особо, чтобы сказать. Может, откуда я приехал, там холодно всегда было, поэтому я привыкшу к этому. Далее мы отправились на поиски тех самых камней, которые Григорь стал устанавливать. Мастер предложил мне самой выбрать понравившееся, чтобы убедить не только меня, но и зрителя, что ничего не подстроено. Давай вот этот. Что-то мне сказали, мои камни там готовы, здесь меня ждут. Так, ну и еще какой-нибудь. Большую хочется, давай вот ссорить. Вот этот. Тот? Да. Процедура предельно ясна. Просто положите один камень на другой и затем повторяйте то же самое, сохраняя конструкцию в равновесии. Единственным связующим звеном при этом должна быть гравитация, а также терпение, сноровка и приобретенное мастерство, считает Григор. Вот когда уже приходит тот момент, когда он будет стоять, ну то есть уже концовка, можно сказать, тогда, по-моему, даже о другом не вариант думать, потому что там полная там сконцентрация на этом. Наиболее важным элементом балансирования в физическом смысле является фундамент, на котором будет стоять фигура. Со временем, обращая пристальное внимание на углубление в камни, вы начнете чувствовать, как действуют друг на друга, даже самые маленькие шероховатости, и научитесь складывать камни так, чтобы они оставались неподвижными, даже едва касаясь друг друга, поделился Григор Асатрян. Основная задача – преодолеть сомнения, что у вас это не получится. Я решила попробовать установить пару камней. Во второй раз и у меня получилось. Балансировка камней – это молодое искусство, которое возникло в 20 веке, но имеет древние корни. А за последние несколько лет строительство пирамидок превратилось в своего рода терапевтический ритуал, основанный на принципах медитации. Может, поэтому каждый мастер при составлении своей пирамиды молчит и полностью погружается в процесс. Положительная реакция людей часто вдохновляет меня составлять пирамидки в общественных местах. Для большинства людей такой баланс камней является чем-то совершенно из ряда вон выходящим. Разум просто отказывается верить, как такая структура может оставаться в равновесии, уверяет любитель каменных пирамид Григор Асатрян. Евгения Ивашова, Александр Киреев. Время новостей.